Доброго времени суток, друзья! С вами Оксана. Я обещала по вторникам прямые включения, топая на свою любимую работу. И хочу вам предложить сегодня небольшую экскурсию по городу. Это маленький такой городочек у нас. Он областной центр, но больше похож на районный. Я попытаюсь показать вам те красоты, которые встретятся мне по пути. Лучебное заведение, церковь, что-нибудь такое хорошее, чтобы вам было приятненько посмотреть и полюбоваться. Вот я прохожу мимо проспекта, он у нас один. И выходит на центральную улицу. Можно пешком прогуляться вот посрединке. А по бокам это для автомобилей по одностороннему движению. В основном, друзья, мы будем проходить учебное заведение. И жилые дома, конечно. Офисные центры, где можно арендовать кабинетики. Вот я прохожу витрину швейной фабрики. Тут модели выставлены, пальто интересное. И старинная швейная машинка. Такая прикольная у нас бабушки была. Смотрите, вот ручная. А вот ножками крутить. Вот мы проходим здание госполкома. Красивенькие клумбы. Не получается у меня ровно идти. Ну, вы бачайте на ходу. Вот это недавно мы сделали. Может годик приятное пройтись и полюбоваться. Детками сфоткаться. Невесты тут частенько фотографируются. Вот так выглядит здание прелестно. Подойдем немножко поближе. Видите, такие высеченные полуны, елки, друи. И тоже попамятничаем. Можно походкаться. Дальше, друзья, мы подходим с вами к очень красивой церкви. Она новенькая. Ей всего несколько лет. Чудесные там есть насаждения. Такие виды деревьев и кустов, которые очень редко встречаются в нашей местности. Я не знаю, сможем ли туда заглянуть, если открыто. И сюда просто приводят экскурсии с факультетов биологии, природоведения, чтобы показать, потому что у нее везде такое растет. А тут вот ухаживают. Молодцы. Ну, попробуем на территорию зайти. Вот мы зашли внутрь. Полюбуемся вечером. Тут красивенная очень подсветка. И вот такие виды деревьев. Туи, елочки, белые ели есть. Полюбуйтесь. Вот такая маленькая, облагороженная парковая зона. Лавочки чудесные. Можно посидеть на приворовочную церковь. И встанемся. И в дыхание. Вот такая прелесть у меня прямо по пути. Это вход в храм. И вот такая колокольня. Видите, высокая. Очень все культурно. Прилично. Также на территории фонтанчик такой стилизованный. И вот различные деревья тоже. Прекрасно все ухожено. Очень радует глаз. И вот такие фрески на стенах. Ручная работа. Смотрите, какие милюсенькие. Это же каждая, каждая как бисером вышита. Очень красиво. Катый может зайти, полюбоваться, использоваться услугами церкви, поставить свечечку. А вот хорошо видно ангела. Это памятник ангелу. Его видно, он завершает центральную улицу. Вот с набережной, через площадь, в самый центр. Вот так выглядит центральный вход. Видите? И мы выходим на центральную улицу. И прямо вот у нас походу в медицинский университет. Вот на газоне еще какие-то поделочки. Вот видите, деревья необычные. Я даже не знаю, как они называются. Нужно погуглить некоторые. Не могу зайти на газончик. Но вот даже цветет дерево. Очень интересно. В медуниверситете у нас учатся иностранные студенты. В основном из Сирии, Индии. Для них это очень престижно. И по их меркам недорого. И жилье не самое могут себе крутое позволить. Чувствуют себя комфортно. В нашей стране учебное заведение им подходит. Обучение происходит на английском языке. Я сама преподаватель. Тоже меня туда приглашали. Все преподаватели проходят бесплатный курс английского языка усиленный. Мои постоянные зрители знают, что я всегда стараюсь пройтись пешком. Никогда по возможности не подъезжая, но если это в разумных пределах. Ну и продышаться воздухом свежим, разровняться. Пройтись, переключиться. Когда ты идешь со мной, работай на другую. Это разные сферы деятельности. Все совершенно по-другому перестроится. Я работаю руками, работаю с телом, с лицом. Я должна приходить со свободной, чистой энергией, без каких-либо напрягов. Поэтому использую любую возможность прогуляться пешочком. А тем более по чудесному такому осеннему городу у нас заканчивается сентябрь. Листья еще зеленые. Солнышко светит. Ну, я так понимаю, это и то, что называется бабье лето. И я им наслаждаюсь. А вот в этом доме прошли мои студенческие годы. Как раз возле этой высоченной елки. А вы полюбитесь, какая архитектура 19-го и 20-го столицы. А вот расположена наша центральная библиотека. Тут ловит Wi-Fi, поэтому такие лавочки импровизированные. Для посетителей, которые на свежем узлыке хотят позаниматься. А вот реклама курса немецкого, который я посещаю. Это филиал льета института. Он единственный в нашем городе. Дает сертификат по окончанию. Ну, либо ты можешь пройти тестирование на знание языка по уровням. А, Б, и так дальше. Вот мы проходим, где бывший кинотеатр сейчас. Он не так уже популярен. И такую малюшенькую гостиницу очень улучшую. С ресторанчиком и специалином. Вот это центральный перекресток. Чудесные дома. Но проблема какая у них, что им не разрешают ставить кондиционеры, остеклять балконы. Потому что это центр, чтобы не портить вид и помотки архитектуры. Вот мы доходим до площади. Обязательно погуляем по улице Дворцова. Я думаю, что мы отдельно сделаем репортажик. Прямо от моего дома. И там художественный музей. И аж до парка, до театра, музыкального факультета. А сейчас мы на площади находимся. Что тут достопримечательность? Это фонтаны. Тоже красивые деревья. И детки любят голубей кормить. Это административное здание. И так же тут находится телевидение. Центральные офисы. Также памятник. Ну и вот такие насаждения. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Сейчас уже у нас заканчивается сентябрь. Все еще цветет, растет, поливается. Вот, умаживается. Очень приятно. И вот смотрите, дерево. С такими сосульками, как на акации. Только такие длинные-длинные висят. С сосулькой дерево очень высокое. Огромненькое. И лавочки всегда место встречи. Вот такая получилась у нас экскурсия. Я уже дохожу до своего офиса. Моя маленькая работа. Здесь будет закрываться потихонечку. Вот, полюбуйтесь, друзья. Под крышей, как красиво сделано. Это жилов день. Казарма не очень старинная. Ну, в таких условиях живут солдаты и сейчас. А окна, если бы вы знали, для чего такие высокие. Ну, вниз уже заложено. Это раньше служило дверью. То есть всадник мог на лошади прямо заезжать. И там же лошадь у него забирали. А он шел себе дальше располагаться, размещаться. Благодаря, друзья, так мне хочется прямо немедленно поделиться с вами. Тем, что я наснимала каким-нибудь видео, что я заскакиваю в любую кафешку, где есть Wi-Fi бесплатный. Беру чай, сижу и занимаюсь этим делом.